Друзья, всем привет! И не размазывая кашу по тарелке, давайте я вам первым делом расскажу, о чем сейчас пойдет речь. Почитывая ваши комментарии к одному из выпусков про привоз автомобилей, которым мы занимаемся, я увидел такую мысль, что ну почему, почему в России предприниматели не могут вести честный и открытый бизнес? Так, например, оказывать услуги с небольшой наценочкой в виде 5%, чтобы и людям было комфортно покупать так при этом, и сами же будут зарабатывать. И вот сегодня я вам хочу детально рассказать историю своей жизни, как я в 2013 году пытался развивать наш семейный бизнес. У нас есть производство полиграфии и наружной рекламы, и как раз таки делал самые выгодные цены по Московской области. Это реально было так, я вам сейчас все это в подробностях расскажу, и к чему все это дело привело. Очень интересная история, и самое главное полезная всем тем, кто занимается бизнесом, вы меня поймете сразу, и все те, кто тешит себя мыслями, что вот завтра я начну, я дам самые лучшие цены, и все пойдут ко мне. Вот чем все это дело закончилось, вы узнаете прямо сейчас, подробненько я все дело расскажу. Вы спросите, а что это мы в шортиках, куда это мы сбежали? А мы находимся сейчас в солнечной Турции, на улице порядка 20 градусов тепла. Я приехал сюда со своей семьей, жена, дочь все здесь, мы приехали сюда на зимние новогодние праздники, потому что в Москве за декабрь месяц мы из дома вышли раза три, постоянно все болеют, а здесь мы хотя бы солнышко видим и знаем, что оно существует. Ребята, что у меня в кармане, как вы думаете? Как вы думаете? Это телефон, а на нем установлен у меня телеграм и еще одна запрещенная сеть. Все ссылочки на них в описании, подписывайтесь, там я делаю публикации, рассказываю интересные истории. Реально можно посмотреть для разнообразия, что-то новенькое, да узнаете. Очень, как мне кажется, получается уютненько его вести. Так, например, там я уже сделал публикацию про Турцию и то, как русским здесь показали турки жопу, сказав, что все, вид на жительство вам больше никому не дадим, давайте, давайте, давайте домой. Короче, без промедления мы начинаем прямо сейчас и переходим к нашей первой основной теме. Приятного просмотра. В 2012 году я заканчиваю университет, получаю высшее образование, я специалист по рекламе и пиару. В моем оценочном листе 5 четверок, а все остальное отлично. Да-да, ребята, у блондина нет ни одной троечки. Я выхожу с дипломом и впадаю в дикую панику и просто-напросто я обосрался от того, что я не понимаю, что делать дальше. Ну, знаете, ты учишься в университете, тебе говорят, к 8 приди, это сделай, то прочитай. А потом учеба кончается и тебе говорят, все, ты можешь идти работать, ты теперь готовый специалист. А куда бы ты ни пришел, тебе говорят, опыт работы есть. А что вы умеете? Думаю, как бы книги умею читать, могу эссе написать, доклад сделать. А работать не умею, потому что практики настоящей не было. Все подработки в университете, как у вас, были связаны с чем-то другим, ну, у большинства из вас, но не с основной деятельностью. И тут я встаю на распутье. У меня есть два варианта. Первый. Я обратился в одно рекламное агентство в Москве с предложением к ним пойти к ним стажером. Работать абсолютно бесплатно, первый месяц как минимум. Они посмотрят на меня, и если я подаю какие-то надежды, то уже возьмут меня там менеджером. Ну, короче, будут обсуждаться следующие условия. То есть пойти работать на дядю. И второй вариант. Это уехать из Москвы в Каширу и начать пытаться развивать семейный бизнес. Потому что у моих родителей с 2001 года типография и производство наружной рекламы. Мы печатаем листовки, бланки, все, что с этим связано. Наружная реклама в виде баннеры, вывески, ну и так далее. Я думаю, почему бы и нет. Зачем мне идти работать на дядю, когда есть мама с папой, которые мне помогли, дали образование. И нужно его отрабатывать, ребята. Что скажете, прав я или мамка с папкой все-таки помогли. Короче, возвращаюсь я в Каширу и начинаю там сначала работать. Первые полгода у меня вообще ни хрена ничего не получается. Я работал откровенно, можно сказать, водителем. Доставка, принеси, подай. Вот тут положи, там отнеси. Вот такая работа была. Но потом потихоньку, потихоньку, потихоньку я начал вливаться. И у меня стало получаться. Проходит год, наступает 2013. И в начале лета, еще в мае, я отцу говорю, пап, надо запустить нам супер рекламную акцию. Вот смотри, у нас свое помещение, у нас свое производство. Мы должны просто дать самые лучшие цены, как минимум в Московской области. Мы выберем ряд направлений и просто высчитаем себестоимость и дадим минимальную наценку. Он говорит, о, класс. А у меня отец как бы всегда вот за такие идеи, давай, давай, будем делать. И я горел мыслью о том, что все предприниматели, ведь полиграфический бизнес, он направлен точно так же на бизнес. Частники приходят, но за какой-то ерундой мелкой. Там маленький баннерочек с поздравлениями, еще что-то. Основная задача, это удовлетворять потребности предпринимателей таких же. И я горел тем, чтобы наше производство заработало 24 на 7. Чтобы наши станки никогда не выключались. Чтобы у нас люди приходили, работали в две смены. И вся Московская область, а может быть даже и Москва, говорила, вот, надо ехать в типографию А и Б. Ведь там самые лучшие цены, там самое лучшее качество, там все самое лучшее. Но здравая мысль, я был молод, я был горячий, я хотел развиваться. Что мы делаем? Значит, я вам сегодня буду называть цифры, потому что я их все помню от и до. Вот что значит, когда занимаешься всем сам. Но цены, конечно же, тех лет. Практически 10 лет прошло. Мы берем ряд направлений. Так, например, визитки. Мы предлагали печатать визитки тысячи штук, цветные, односторонние, по цене 500 рублей. Себестоимость их реально выходила в 450 рублей. То есть с каждой тысячи визиток мы зарабатывали 50 рублей. Мы начали печатать и предлагать людям баннеры. Один квадратный метр цветной печати по цене 150 рублей. Себестоимость на тот момент для нас выходила примерно 90 рублей. То есть 60 рублей мы могли с него заработать. И вот так вот по всем направлениям полиграфии. И я думал, что сейчас мы эти цены подготовим. И все скажут, ого, вот это круто. Придут к нам и будут печататься только у нас. Что происходило? Мы сделали буклетик рекламный. Называется он формат евро. Евробуклет. Это А4-й лист сложенный. Где мы расписали наши цены. Вот листовки, вот визитки, световые короба, объемные буквы. Пожалуйста, обращайтесь. Все сделаем в лучшем виде. Так самое главное. Приезжайте к нам, мы вас заведем на производство. Мы не рекламное агентство. Мы нигде ничего не перезаказываем. Мы закупаемся только материалами, а дальше все сами собираем. Тем самым на тот момент обеспечивали порядка 30 рабочих мест. Это как бы немало, согласитесь. Сделали мы этот буклетик. Далее я сам беру эти буклетики и начинаю обходить всех предпринимателей по Кашире, Каширскому району, Ступино и Ступинскому району. Заняло у меня это примерно 10 дней. Я не буду, конечно, врать и говорить, что я зашел в каждую организацию. Но самые такие ключевые магазины, офисные помещения, банки, все, что связано с бизнесом, я везде ножками заходил и считал, что это очень правильно. Почему? Приходишь, 10 организаций обходишь, в 11-й на месте оказывается директор. Он берет твой буклет и начинает задавать вопросы. А это сколько будет стоить? А вот вывеску вот сюда повесить, сколько будет стоить? А я все цифры знал, я тут же все мог померить и сразу ему сделать расчет под ключ. То есть сказать, вот, вам 12 тысяч рублей, будьте добры, 7 дней, все будет готово, пожалуйста, заказывайте. И таким образом я сразу получал первые живые заказы. Ну и, конечно же, получал колоссальный опыт, когда ты приходишь в магазин, например, продажи одежды. Там на месте находится сотрудник, продавец, ему говоришь, вот буклетик рекламный, передайте, пожалуйста, вашему руководителю. А тебе продавец говорит, нам ничего не надо, ой, уходи отсюда. Я говорю, подождите, вам-то может и не надо, это понятно, но вашему руководителю вполне возможно будет надо. Ой, я все знаю, у него денег нет, ничего нет, иди отсюда. Было прикольно, немножко залило это, потому что люди просто тебя игнорируют и даже не могут, знаешь, извежливо сказать, да-да-да, взять буклетик, ты ушел, выкинуть его нахрен. Ну, короче, было весело, было весело. Таким образом, все обойдя, я начал сидеть и пожимать плоды. Действительно, появился отклик, что люди пошли, говорят, ого, визитки 500 рублей, 1000 штук, а двухсторонние цветные визитки мы печатали по цене 700 рублей. И там у нас доход был порядка 150 рублей с такого тиража. Но фишка заключалась в том, что 1000 штук по таким ценам, это нужно было отпечатать на офсетной печати. Это такая большая машина, отпечатал, тогда можно будет так получить. То есть, в единичном экземпляре, например, вы пришли, сказали, 1000 штук хочу, что мы поставили там на цифровую печать. Это нет, по таким ценам это просто было нереально. И начинается следующая история, что вроде бы пошел народ. Я такой думаю, опа-на, все, процесс заработал. Приходят люди, и здесь начинается следующая история. Один заказ приняли, второй заказ приняли, третий. Нужен макет, у нас были тоже шикарные цены на макеты. Макет визитки 500 рублей. Самый дорогой макет у нас был 3000 рублей. Это прям было ого, макет 3000 рублей. Некоторые хватались за голову и говорили, что это очень дорого, покупать не буду. В текущей ситуации вообще на сегодняшний день дизайнеры, некоторые за 3000 рублей с вами даже разговаривать не будут, когда идет речь о верстке, например, какого-то буклета. Вот. Начинаем собирать заказы. И тут начинается первая ситуация. Так, например, 12 человек нужно собрать. Все, собрали. 10 человек утвердили свои макеты. 11 не берет трубку. Ему звонишь, он просто не отвечает. А все ждут его, потому что нужно всех утвердить. И таким образом потом уже можно запускать тираж. Опять же, люди, когда приходят заказ, они же хотят как? Сегодня заказал, чтобы завтра уже было готово. Подождать? Нет, я ждать не хочу. Ты ему начинаешь объяснять, что смотри, это очень низкая цена. Чтобы ее получить, надо немножко подождать. Недельку. Мы планировали печатать раз в неделю такие тиражи. Трубки не берет. 12 человек делает мозги путем того, что вы меня торопите, я пока не решил, я хочу подумать, мне нужно время. И с одной стороны клиент, как ты ему скажешь иначе, нельзя поторапливать. Это же клиент, он тебе деньги несет. А с другой стороны ты понимаешь то, что из-за тебя мы не можем сейчас запустить других. И здесь вот появляются эти первые препоны, с которыми ты сталкиваешься на практике. Ведь смотрите, ключевой это момент какой? Есть теория, вот мы с вами можем сесть, вот так вот обсуждать что-то и говорить, да, 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 все для людей, выгодно. А есть практика, когда вот появляется следующая ситуация. Таким образом, приходилось кого-то поторапливать, быстрее, быстрее подбиваем, запускаемся в печать. Отпечатали, приходят люди и начинается. Один не успел проверить и у него в номере телефона ошибка по его вине. Ну я вот это, есть люди двух типов, которые говорят, я согласен, это моя ошибка, давайте я доплачу еще раз, перепечатаем без ошибки. А есть люди, которые пытаются свалить на вас, что ну вы вроде бы меня там поторапливали, еще что-то, печатайте вы еще раз за свой счет. И мы, мы клиенты ориентированные, пытались идти всем навстречу, говорили, да, окей, подождите, мы вам перепечатаем, сделаем еще раз. И допуская просто два брака, весь твой доход чистый с этого тиража скатывался коту под хвост, потому что доход был просто-напросто мизерный. С печати визиток, вот со всего тиража мы там могли зарабатывать пару тысяч рублей, то с учетом того, что некоторые заказывали, да даже в большей степени двухсторонние визитки, акцент был сделан на то, что сейчас народ придет за визитками, за баннерами и закажет что-то еще подороже, побогаче, например, там больше листовок себе возьмет, ну что мы на чем-то еще будем зарабатывать, будем совершать больше продаж. На деле получалось так, что некоторые приходили вот исключительно за дешевыми визитками, им больше было ничего не нужно. Дальше, баннеры. Тогда еще не существовало регламента, как минимум, по Москве и Московской области на объемные световые буквы, на световые короба. Все ляпали, что хотели. По Московской области везде вот эти тряпки были, баннеры, баннеры, баннеры. Средняя цена баннера тогда была там 250-350 рублей, средняя. Приходят люди, я сажусь принимать заказ, я говорю, да здравствуйте, сколько у вас будет стоить баннер? Я называю им 150 рублей за квадратный метр и думаю, что они сейчас скажут, вау, ничего себе, 150 рублей за квадратный метр? Да это же так дешево, нифига, как классно. По факту люди делились на три типа. Первый, сразу же просили скидку. Они не разбираются в ценах, но смысл всегда в том, что он предприниматель, это, как правило, были молодые люди. Что бы ты им ни сказал, какую бы ты им цену ни назвал, они всегда просят дополнительно скидку. Нужна скидка, скидка, скидка. Ты начинаешь объяснять, что смотри, везде стоит это дело 250-350 рублей. Ты здесь покупаешь по минимальной цене и ты хочешь еще скидку. И некоторые смотрели на тебя с таким глазами, ну да, я хочу торговаться. Первый тип людей. Второй тип людей, это те, у кого есть просто бабки, им нужен продукт и им плевать. Сколько ты им скажешь? 150 рублей или даже 550 рублей, его устраивает, ему нужен продукт, деньги у него есть, все, пожалуйста. И третий тип, это да, действительно те, кто ходил везде, сверял цены. И было приятно нарваться на такого человека, который говорит, да, о, нифига, да, у вас самая низкая цена, хорошо, я закажу. Таким образом, собираем заказ, формируем заявки, отправляем в печать. А печать всегда может дать косяк. Так, например, печатаешь баннер 3х6, если он предназначается, к примеру, для интерьера, то любая полоска, еще что-то, это брак. Человек это увидит и, естественно, скажет, мне это не устраивает, мне нужно это перепечатать. Если же этот баннер идет по предназначению на щит, так называемые билборды, которые вы можете видеть в городах, 3х6, они сейчас вымирают, но, тем не менее, они еще есть. Там это незаметно. Как бы это не будет считаться браком, потому что с улицы, с такого расстояния это норм. Таким образом, печатаешь, у кого-то пошел брак, вот эта твоя наценка, да, минимальная, она просто-напросто сжирается, сжирается. То же самое было с вывесками. Например, световые короба, мы старались давать самые низкие цены, там наценка была буквально там 1000 рублей. Это действительно очень дешево. И таким образом проходит первый месяц. Мы печатаем, у нас машина не останавливается. Круглосуточно мы не работали, потому что не хватало все равно такого объема, но в целом производство было загружено. Приходишь на работу к 8, все копошатся, дизайнеры делают макеты, бумага режется, визитки печатаются, баннеры печатаются, какие-то короба собираются, буквы уже начинают клеиться. Процесс идет такими хорошими ударными темпами. Проходит месяц, начинаем считать деньги и понимаем, что просто отработали, можно сказать, там с плюс какой-то копейкой. То есть ни хрена мы ничего не заработали. В цену было заложено так, что мы отбиваем там все расходы на здание, расходы на сотрудников, на зарплату. То есть все деньги получили, мы же как собственники бизнеса получаем просто копье. Всю нашу голую жопу с отцом прикрывала наша мама, потому что у нас был отдел резографии, где, собственно, она не пошла с нами на поводу путем того, что давать эти цены копеечные. Заказы шли, и мы выезжали за счет нее. То есть весь наш доход, который позволял нам на тот момент закрывать наши кредиты, которые были взяты на развитие бизнеса, все это было благодаря нее и ее направлению. И также у нас был еще один менеджер, он и сейчас работает, который тоже посчитал, как бы очень хорошее с ним отношение, посчитал так, что, слушайте, когда приходят клиенты, он считал по тем ценам, по которым мы обычно работали. Соответственно, не делал эти баннеры по 150 рублей, а продавал их по цене 350 рублей. И вот за счет этого тоже у нас был дополнительный выхлоп в виде чистых живых денег, вот сухой прибыли. Проходит месяц, проходит два, проходит три. Я понимаю, что люди приходят исключительно за самым дешевым, которые вот пришли, визиточки забрали, и опять же сыпется огромное количество негатива. Потому что люди хотят визитки получать через день, два, три, ведь в другие организации они приходят, им говорят, да, мы вам напечатаем тысячу визиток, срок изготовления там три рабочих дня. Но там визитки стоят не 500 рублей, а 2000 рублей. А человек приходит и говорит, слушай, там 2000, это дорого, у тебя 500. Но мы говорим, ну ждать примерно 7 дней. Он говорит, нет, там три дня. То бишь, ему тяжело объяснить, что там в три, там в четыре раза дороже, и за счет этого тебе их могут отпечатать быстрее. А здесь дешевле в четыре раза, ну подождать надо в два раза больше. То есть такая математика, которая, знаешь, ты ему объясняешь, ты ее понимаешь, но человек тебя не понимает, он говорит, не, 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 мне давайте быстрее, быстрее. И опять же, производство, это производство всегда допускается брак. И вот этот брак с такими ценами, он просто-напросто всю твою доходность перекрывает. И тут, знаешь, такой встает момент, что пока у тебя низкие цены, они идут, как только ты цены поднимешь сразу, все, барыги, охерели, задрали цены. А, вот оно, да, подкупали, подкупали, подкупали нас. А теперь хотите на нас все это дело заработать, отбить обратно все то, что вы там потратили. И смысл сводится к тому, что либо ты сидишь без конца с утра до вечера, вкалываешь, собираешь заказы, везде всех поторапливаешь. Это нужно смотаться в Москву, закупить материал, привезти, запустить его в производство. Короче, ты работаешь весь месяц, ты действительно устаешь. А на выходе ты садишься, начинаешь считать свою прибыль, и ты понимаешь то, что хрен, ну просто хрен, ничего, нифига нет. И тут происходит такой интересный переломный моментик. Имеется вопрос, как сохранить свой номер за рубежом, если ты предприниматель, и насколько это важно. Лояльность и доверие клиента – один из важнейших критериев успешного течения бизнеса. И сохраняя свой номер телефона, вы уменьшаете риски потерять потенциального клиента и снижение эффективности данного вида коммуникации. Вопрос, как решить эту проблему. Ответ. Переезжая за границу, единственная возможность звонить и принимать звонки с российского номера – это переход на IP-телефонию. И запоминайте, что одним из лидеров в данной сфере является компания UIS. Компания более 20 лет успешно предоставляет услуги связи для бизнеса. И по сей день готова помочь каждому предпринимателю сохранить и настроить надежные коммуникации с клиентом из любой точки мира. Давайте пробежимся по преимуществам работы с компанией UIS. Первое. Быстрая техническая поддержка. Второе. Стабильная надежная связь. Третье. Соотношение цена-качество. Высочайшая оценка на Яндексе в сегменте. Четвертое. Возможность сохранить уже используемый номер телефона. Пятое. Помощь даже самым неопытным. Так еще. Переходя по ссылочке в описании, оставляя заявку, указывайте, что вы от Машкова. Таким образом, вы получите 1000 рублей на бонусный счет для того, чтобы потестировать сервис. Поэтому переходи по ссылочке прямо сейчас, оставляй заявку, получай подробную консультацию и начинай работать с UIS. Тут происходит такой интересный переломный моментик. Передвигаясь по соседним городам, я приезжаю на один заказ. Мне звонит человек, говорит, мне нужна вывеска. Световая вывеска с буквами на подложке. Я понимаю, что, о, это хорошо, это дорого, это какая-то есть маржинальность. Это уже не 50 рублей с визиток. Это уже можно заработать побольше. Я приезжаю на встречу к человеку, он выходит уже с готовым макетом. Что мне сразу говорит о том, что где-то он уже был, кто-то ему это нарисовал. Соответственно, у него есть цифры. Но ты никогда человеку не скажешь, за сколько вам его посчитали. Он тебе скажет сам, ты вот сперва свою цену назови, а потом поговори. По его макету я при нем считаю вывеску и понимаю, что у нее себестоимость для нашего производства порядка 100 тысяч рублей. Я думаю, ну сколько? По-хорошему бы продать ее за 200 тысяч, потому что вывеску делать порядка 10 рабочих дней. Вывеска там была действительно крутая по тем временам. Она большая, то есть прям такая мощная. Я стою, думаю, 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 называю ему ценник 155 тысяч рублей. На что он соглашается, сразу говорит, о, здорово, бьем по рукам. Мы ему выставляем счет, он его сразу оплачивает. Мы запускаем в работу эту вывеску. Я счастлив, что ну ничего себе, практически 55 тысяч рублей чистыми. Это неплохо на тот момент, вообще шикарно. С одного заказа, при том, что параллельно производство так же работает. Проходит две недели, мы приезжаем на монтаж, вешаем ему эту вывеску. Я присутствую. Стоит он, когда вывеску повесили, мы подписываемся уже документами закрывающими. И он мне такой говорит, слушай, до последнего не верил, что вы реально сделаете за эти деньги вывеску как по макету. Я говорю, почему не верил? Выясняется, что он обращался в одно рекламное агентство, куда он пришел. Там ребята сделали очень интересную вещь. Они открыли красивый офис с видом там на город. У них стояли красивые вот эти компьютеры iMac. Современный такой офис. Предлагали всегда людям попить кофе. То есть, видите, рекламный агентство такое современное, куда ты приходишь, садишься и чувствуешь себя бизнесменом. Ты чувствуешь себя предпринимателем, что у тебя есть бизнес и люди тебе сделают классный продукт для твоего бизнеса. Так вот, в этом агентстве ему насчитали такую вывеску по цене 450 тысяч рублей. И знаете что? Он на нее согласился, но его супруга, которая работала в какой-то организации, знала о нашем существовании путем того, что я как-то к ней приходил и приносил буклетик. Это он мне рассказывает. И она посоветовала просто посчитать вывеску у нас, ведь в ВАИБ там все дешево. Он меня вызвал, я приехал, он увидел разницу в 300 тысяч рублей и, естественно, заинтересовался такой услугой. Когда я узнал о том, что он был согласен, и самое главное, я знал это агентство, я видел их работы, я понимал, что у них нету своего производства, что они где-то это дело перезаказ, все, что у них есть, это красивый классный офис. Ничего плохого про них сказать не хочу. Их услугами люди пользовались, они оплачивали все, они говорили им спасибо и получали свою продукцию заказанную. Я понял, что по-хорошему они, ну ладно, пусть они там не за 100 тысяч рублей ее купят, потому что под нолем никто не отдаст, но купят они ее за те же самые 150, ну бог с ним, 200 тысяч рублей. Они приняли заказ, прошло там 3 недели, потому что они называли сроки не 2 недели, а 3 недели, зачастую месяц, потому что, ну, очень дорогая вывеска, спешка нужна при ловле блох, поэтому подождите, мы сделаем вам качественную продукцию. И человек же дал, ну, нифига себе, полмиллиона ты отдаешь, за неделю сделаешь, как-то странно. А месяц, о, здорово, подожду. Тоже хитрый, интересный ход. И я видел, что по городу появляются крутые вывески, которые делают они. И я понял, что, получается, они в месяц делают 2-3 вывески и зарабатывают с этого примерно, там, ну, чистой прибыли, там, 500-миллион, вот в этом диапазоне. Потому что я общался в дальнейшем и с другими предпринимателями, и мне говорили, вот нам вывеску вот эту сделали за 400 тысяч рублей. Я считаю, думаю, я бы ее сделал примерно себе стоимость, ну, 130 тысяч с удовольствием, ну, 150, так же прям вообще супер было бы. И я думаю, это что получается, мы делаем в месяц, там, порядка 20 вывесок и зарабатываем, там, еле-еле эти 500 тысяч несчастные. А кто-то делает 2-3 вывески и получает просто шикарную маржу, у них офигенный офис. Вот у нас офис, например, такой советского типа, потому что нам не было времени заниматься, там, вот этой красотой. У нас основная задача работа, у нас производство, мы закупаем оборудование, мы вкладываем в него деньги, у нас кредиты, нам нужно работать. Нам нет времени сидеть, людей там кофем поить, там работать надо. А здесь вот такая картина. Таким образом, к ним приходят все вот это сливки предпринимательства наших городов, у кого есть деньги, кто хочет себе красивую вывеску. А к нам приходят все те, у кого денег нету, все те, кому нужно все подешевле. И таким образом, да, еще раз говорю, таким образом, мы работаем, работаем, работаем гораздо больше, чем другие, но зарабатываем гораздо меньше, чем те, кто работают меньше. Как вам такое? И когда я посмотрел на это, я просто офигел. Такой раз, это был первый, да, звоночек по вывескам, я думаю, блин, что за фигня. Далее, я приезжаю, вот еще интересный момент, к одному юристу, путем того, что опять же, этот буклетик свой сую, сидит дядька. Такой вот он, у него крутой костюм, галстук, у него хороший офис, там какие-то такие элементы интерьера, прямо такой богатый, дорогой офис. Я к нему прихожу, говорю, вот мы можем там визитки вам отпечатать, тысячу штук по цене 500 рублей. Он открывает такую полку в столе, достает такую красивую коробку, открывает и кладет мне на стол визитку. Говорит, сколько будут стоить вот такие визитки. Я беру визитку, не подавая ему виду, я просто смотрю на нее, у меня аж так вот руки трястись начинают, я просто смотрю, я охереваю. И думаю, нифига себе, там бумага просто дизайнерская, я ее видел только на выставках. И печать такая, что тиснение идет, то есть белая бумага такая бархатная, она очень приятная на ощупь. Там расписана его фамилия, логотип компании. Тиснение сделано еще так, что, например, на белой бумаге у тебя идет черный шрифт, оранжевый, как-то у нее контур был сделан. Короче, сочетание цветов такое, что вот вживую, это было просто вау. Я когда посмотрел на визитку, ну действительно, это прямо вот дорогая, крутая визитка. И дядька, да, в костюмчике, так хорошо одетый, такой весь аккуратненький. Я говорю, а вы за сколько такие купили? Он говорит, ну вот, мне агентство это сделало, 100 визиток за 4 тысячи рублей. То есть 40 рублей за одну визитку. 40 рублей за одну визитку. А у нас там это все измерялось в копейках, 50 копеек. Я такой, нифига себе, в голове такой кручу, думаю, офигеть, 100 визиток за 4 тысячи, да как так? Так, ну я, чтобы не упаясь в грязь лицом, ему рассказываю, да да, конечно, я бы такое сделал бы еще дешевле, там могли бы сделать. В итоге я забираю эту визитку, приезжаю, понимаю, что на нашем производстве такое делать можно, но это нужно просто потратить недельку, закупить бумаги и наладить все это производство так, чтобы можно было это теснение делать. Потому что там процесс производства тоже сложный, это не так, что ты там включил и сделал, ну, по крайней мере, на тот момент по нашему производству. Можно было делать, но это было долго. А ребята, у них агентство, они перезаказывают, например, в Москве. Есть крутое оборудование, которое делает это все просто на раз-два. Вы должны понимать, что в полиграфии это очень дорогой бизнес с точки зрения закупки оборудования. Вот есть медицинский бизнес, там все дорого, есть полиграфический бизнес. Еще в 2011 году, когда я учился в университете, при нас была типография. И там была печатная машина Хелденберг. Длинная, как я не знаю, там она может метров 10 в длину. Полноцвет, то есть ты кидаешь туда просто такую бумагу, и с другой стороны просто там сотни тысяч листовок уже вылетают. Но тогда еще эта машина стоила порядка 70 миллионов рублей, если не ошибаюсь. А, миллион долларов она стоила, то есть 33 миллиона рублей тогда, потом вот, ну, короче, миллион долларов. Тут уже считайте сами, по какому курсу будете считать. За печатную машину. И чтобы на ней печатать, у тебя должна быть целая команда, там несколько человек даже на ней печатать. То есть это надо уметь. И самое главное, что она должна печатать, по сути, постоянно. Она не должна там, знаешь, печатать раз в неделю. Технологические процессы, что-то может засохнуть. Там, короче, отдельная история. Печать это то еще дело. Я, естественно, просто-напросто охереваю от того, что вот, пожалуйста, тут зарабатывают. И я понимаю, что мы настроили нашу рекламную кампанию на всех тех, у кого денег нету, и мы хотели как-то на этом выехать. И когда мы с этим столкнулись, мы поняли, что во, хрен ты что заработаешь. Как только ты начинаешь поднимать цены, естественно, люди говорят, о, цена выросла. При том, что мы подняли визитки с 500 рублей до 700 за 1000 штук односторонние и 1400 рублей за двусторонние. Первое время, естественно, все были недовольны. Ну, большая часть, что ого, в два раза дороже стало, ого. Хотя при этом все равно цены были все так же низкие и были действительно доступные. Таким образом, я для себя на тот момент просто-напросто сделал выводы. Что когда ты работаешь с теми, у кого денег прямо впритык, я не хочу никого обидеть. Здесь исключительно бизнес. Ты ни хрена ничего не заработаешь, но при этом ты тратишь огромное количество времени. А ребята некоторые выбирают направление так, что они работают с теми, у кого деньги есть. Они им предлагают действительно крутые решения. Они им делают такие вывески, которые не стыдно показывать и говорят людям, вот, смотрите, это сделали мы. Это не бюджетный световой короб, самый-самый-самый дешевый, всего самого дешевого. Лишь бы он соответствовал стандарту, лишь бы он светился с минимальной какой-то наценкой, которую ты собрал. А после первой же зимы он у тебя разваливается в силу погодных условий. Человек приходит и говорит, а почему он у меня развалился? Ну, потому что ты купил все самое-самое-самое дешевое. А люди этого не понимают. Они говорят, ну, подождите, я же покупал. А им объясняешь, ну, ты его повесь внутри помещения, и все будет хорошо. А у нас погода какая? Летом жара, зимой минус 30, потом ноль. Короче, вы все это прекрасно знаете, на материал это все точно так же влияет. И я просто-напросто, ребята, охренел. Я просто думаю, ну, что такое-то, и как вот так вообще работать? Приходит человек, называешь ему чуть дороже, уже, о, за голову хватается. Думаю, где найти таких клиентов? И потом увидел точно так же, что есть люди, которые приходят, садятся, им, например, называешь не 150 рублей за баннер, а 350. И ты зарабатываешь уже не 60 рублей с него, а 260 рублей. И он доволен, и ты доволен, что хотя бы эта работа идет впрок, а не просто так коту под хвост. Именно поэтому все те молодые предприниматели, которые сейчас там в начале своего пути, вот лучше всего общаться с приземленными людьми, а не вот с этими миллионерами, которые уже стали там где-то в космосе, у них Роллс-Ройсы, дома. И понимают, что нужно высчитывать, друзья, абсолютно все. Так, например, поначалу допускал ошибки, что я не закладывал в логистику, да, там, расходы на бензин на свою машину. Ведь я мог, например, уехать из Кашира в Москву, закупаться материалом. То есть я туда еду 120 километров до точки, обратно 120, это уже 240. Нужно было считать расходы на бензин, раз. Тогда еще не было платной дороги. И нужно самое главное точно так же считать каждый километраж твоего пробега. Ведь ты сейчас накатаешься, а потом делать техническое обслуживание. Это тоже все нужно в цену закладывать, потому что машина была не для личного пользования, а больше для рабочих нужд. Соответственно, она приносит деньги. И это тоже все нужно было закладывать в цену. Я уже по прошествии этих лет понимаю, что лучше сделать не 100 заказов за месяц и заработать там условно 10 тысяч рублей, а сделать 10 заказов за месяц в комфортном для себя формате работы и заработать те же самые 10 тысяч рублей, а то и 20 тысяч рублей. Вот это на самом деле тонкость, которая очень важна. Но многие люди этого не понимают. Им со стороны виднее. У вас, значит, производство. Вот то, что у моих родителей была фирма, меня это преследовало с моих школьных лет и преследует по сей день. Многие говорят, мамка с папкой предприниматели, бизнесмены, денег полно. Те условия, вот жаль, что тогда еще Ютуба не существовало, я не начал снимать, в которых мы жили раньше, квартира наша, трехкомнатная, какая там была кухня, что я не видел своих родителей, там, начиная с 6 класса, по 11, можно сказать, раз в неделю, там, по выходным, по воскресеньям я их мог видеть, они постоянно работали, без выходных, в принципе. В воскресенье постоянно они вкалывали, вечно работали. Но со стороны выглядело как, там, раз в три года машину поменяют, в кредит, бизнес там какой-то у них есть, что-то развивается, все в кредит, а люди думают, ну, что вы жалуетесь, у вас же все растет, все развивается, а что с утра до вечера вкалывают, просто вот такие приходят с работы, это уже дело десятое. Ну, в прошествии времени я понял одно, что заниматься дешевой продукцией в виде визиток, баннеров, вообще смысла лично мне нет на это время тратить, все это уходило менеджерам, которые считали, отправляли в работу. Я же переключился в продажу световых вывесок, коробов, ну, и в лучшем случае баннеров, если какой-то большой идет объем или сопутствующий, что человек заказывает вывеску, плюс он берет баннера, плюс он берет визитки, листовки, буклеты, вот тогда давай, вот это было интересно, потому что именно с такого заказа уже что-то можно было заработать, им было интереснее заниматься. А когда человек звонит, приезжайте, я хочу заказать у вас визитки, он хочет, чтобы я приехал, чтобы принял у него заказ, точно так же мы делали бесплатную доставку, короче, это был вот этот обезьяний, просто бесполезный труд, который для предпринимателя оценка просто 2 балла. Если ты вот этим занимаешься, то ты не предприниматель, ты просто дурак, тебе нужно вот закрываться, все, это будущего у тебя нету, ты месяц-два-три будешь вкалывать, потратишь все свои деньги и останешься с голой жопой, вот прямым текстом. Слава Богу, что у нас было большое и есть большое производство, оно в разные направления идет, как я сказал выше, где-то мы перекрывались. Но здесь я для себя сделал выводы, что лучше заниматься там, где денежки есть. И вот ключевую суть хочется донести, чтобы вы просто поняли меня. Когда я вкалывал с утра до вечера, занимался производством, вот реально моя зарплата была 25 тысяч рублей. Вот ровно такой у меня был оклад. А потом, когда я ухожу в свободное плавание, когда меня сначала банк, кто смотрел, нагибает, и благодаря этому я изучаю полностью, как работает кредитование населения, когда я изучаю, как работают официальные дилеры с точки зрения ценообразования, когда я начинаю понимать в этом вопросе, то есть у меня появляются знания, и я могу дистанционно, где бы я ни находился, дома, там в офисе сидеть, где угодно, помогать вести людям сделки, все организовывать. Я зарабатываю на этом значительно больше. Что выберу я? Заниматься производством и просто вкалывать, вкалывать, вкалывать и ни хрена не иметь. Или же заказывать людям услуги финансового типа, сопровождение сделок, поиска автомобилей, зарабатывать на этом деньги, иметь возможность благодаря этому, например, взять семью и полететь в Турцию на новогодние праздники. Давайте по-доброму просто порассуждаем и ответьте мне на вопрос вы. 25 тысяч рублей на производстве работать, или же заниматься своими делами и зарабатывать больше. Ну, конечно же, каждый из вас выберет второй вариант. Ну, я, по крайней мере, так думаю. А для этого нужен был просто пинок. Для меня пинком как раз послужил вот это Кидалова и ваши комментарии. Я никогда их не забуду. Никогда я этого не забуду. Когда я сел на кухне и рассказал, как меня нагнул Альфа-банк с потребительским кредитом, и когда я читал и видел, что ха-ха-ха, лох, дебил, придурок, чмо, так тебе и надо, морда у тебя противная, всех вас кидать нужно, вы дебилы считать умеете. Это такие были комментарии. Их писал мне не Барак, у Байма, мне писали их, по сути, люди, которые вот мои соседи, он живет, по сути, в соседнем доме, в соседнем городе, и он радуется этому. Я охренел, но тогда для меня это прям послужило таким большим пинком, что я прям поставил цель, что надо по-любому дело довести до конца. Болгарочкой работает, пилит что-то. Дело довести до конца и забрать у банка свои деньги. Я это сделал. И таким образом разобрался в теме, начал в ней зарабатывать. В том числе и с автомобилями. То же самое было. Как пошла работа с автомобилями? Я начал снимать про Мазду 6, написал, рассказал в одном из роликов, что купил машину со скидкой, и то же самое. Ты урод, ты что гонишь нам? Ты тут рассказываешь какие-то сказки, какая скидка, ты что на рынке покупал? Я говорю, ну вообще как бы автосалон это точно такой же рынок, что ты за помидорами пришел, что за машинами, просто локации, чуть другие по-другому сделаны. Ну что там торговаться можно? Что здесь торговаться можно? Не верю, врешь. Я начал доказывать свои слова, что да, так и есть, показывать. И когда-то в один прекрасный момент мне написал человек, сказал типа, слушай, а помоги мне купить машину. Я ему купил Ауди А4, напоминаю, со скидкой миллион рублей, она стоила 3, мы ее забрали за 2. Сняли видео, говорим, вот машина, вот цена, вот человек, вот он живет, катается, пожалуйста. Все. Моя жизнь в тот момент изменилась с точки зрения, что народ начал обращаться, и пошло, 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 пошло. Идет до сих пор, даже несмотря на то, что сейчас, казалось бы, все бренды ушли, постоянно кто-то ждет, что у меня будет жопа, вот я прям вижу, вот эти люди пишут, что все, дилеры закрываются, скоро это, на завод, о, курс растет, скоро машины не привезете, я вот, мне вот интересно, вы, что, вот именно некоторые, хотите, чтобы мне стало плохо, а вам-то что, от этого лучше станет, что ли, или что? Китайцы работают, отечественные автомобили работают, люди приходят, им помощь нужна, то госпрограмма работает, чтобы не обманули, по-честному взять, то же самое с китайцами, и скидки можно получить, и рассрочку, один приходит, у него рассрочка 0,1%, но там плюс 200 тысяч доп.услуг, созваниваешься с салоном, говоришь, ребят, давайте сделаем красиво, окей, 200 тысяч убрали, уже человек в плюсе остался, почему так происходит? Ну вот, надо уметь договариваться, находить с людьми общий язык, и работать, вот, собственно, я этим и занимаюсь, поэтому, ссылочки в описании, кому надо обращайтесь, кому не надо, не обращайтесь, никто вас ни к чему не призывает. Хочу добавить и затронуть вот такую тему, снимаешь ролик, и часто вот я вижу одни стандартные комментарии, вот направление, что про богатых не надо, зачем нам богатые, ты вот снимай про жизнь простых людей, вот я с вами хочу поделиться таким отзывом, я уже неоднократно делал публикации, и в телеге, и на ютюбе об этом говорил, и в других социальных сетях, что ребята, пожалуйста, кто зарабатывает 15-20-30 тысяч рублей в месяц, приглашайте в гости, с удовольствием приеду к вам, вот вы, например, работяга на заводе, давайте, пустите в гости, покажите, как вы живете, на что вы тратите эти деньги, чем вы питаете, что вы закупаете, вот жизненную ситуацию, отзывов ноль, просто ни один человек, вот, не готов пригласить, пару раз люди писали, что вот, у меня что-то бабушка живет, где-то далеко, вот у них старый дом, печное отопление, я говорю, давай, 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 и потом тишина, то ли бабушка говорит, нахрен мне это надо, не хочу никому ничего рассказывать, смысл сводится весь к тому, что львиная доля людей, которые обращаются, это те, кто зарабатывают, трудятся, кому есть, что показать, купил квартиру, есть машина, делаю ремонт, вложился, бизнес развивается, зачастую эти люди пишут так, что говорят, мы хотим принять участие, предпринимательская жилка работает, говорят, можно будет в ролике рассказать о том, что мы вот занимаемся тем-то, 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 тем-то. Мне, с одной стороны, вообще не жалко, с другой стороны, что вот, сейчас снимешь, опять скажут, вот это все, заказуха, реклама, вот именно вот эти 5% негативных людей, которым вечно ни в чем не угодишь. По факту, вот, да, вся суть, готовы принимать участие в съемках, ровно те, у кого что-то получается. Казалось бы, я делал опрос в Ютьюбе, кто сколько зарабатывает, вот там до 100 тысяч рублей, львиная доля, там 60-70%, если так высчитывать, до 50 тысяч рублей, ну, процентов 30-40, много людей, но при этом, никто из них, ни разу не писал, что давай приезжай к нам. Вот, пожалуйста, среди вас есть, кто проживает, например, в 100, в 300 километрах от Москвы, с зарплатой 20 тысяч рублей, ну, пригласите в гости, давайте с вами снимем сюжет, по живому, по жизненному покажем, сколько у вас денег уходит на коммуналку, сходим с вами в магазин или на рынок, куда вот вы отправляетесь, за продуктами, ну, жизненная ситуация, чем вы занимаетесь, где вы работаете, почему, например, не ищите вторую работу, третью, не пытаетесь найти более высокооплачиваемую работу, начать заниматься каким-то своим бизнесом, обучиться чему-то дополнительному, чтобы на этом зарабатывать. Я вам задаю вопросы, вы на них отвечаете, люди в комментариях делают выводы. Почему вот такой бы сюжетик не снять? Ну, круто звучит, хрен. Короче, на данный момент нахожусь в Турции, и вот здесь мы снимем парочку сюжетов. Уже людей нашел, которые сюда приехали, кто-то живет здесь 2-3 года, кто-то пожил полгода, покажут реалии жизни, расскажут с плюсами, с минусами, мы не будем делать акцент на покупку недвижимости, потому что мы сделаем такую жизненную ситуацию. Почем снимают жилье в аренду, как оно выглядит, сколько денег тратят на продукты, чем, собственно, здесь занимаются. Ну, интересно будет послушать такую историю. Потому что Турция для многих, это такая средняя страна, с точки зрения, что всех привлекает здесь климат, хорошие цены, то есть доступное гостеприимство, в принципе, тут никого не гоняют, ко всем нормально относятся, но при этом есть и свои подвоихи, есть свои нюансы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить вот этот ролик, который, в принципе, в январе уже выйд, и вы сможете дома под чашечку ЦАЯ его посмотреть. Ребята, я не устану повторять, что вам нужно подписаться на телегу канала, она закреплена в первом комментарии, ровно для того, чтобы вы могли следить за всеми новостями, что это опубликую, подборочки делаю, интересно будет, тачки туда залетают, какие-то анонсы сюжетов, различные опросики, ну, почему нет, подпишитесь, а отписаться вы всегда успеете. Мне же сказать больше нечего, раз не добавить, не убавить, то подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение в комментарии, увидимся в следующем году, в 2023. До новых встреч, всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова